всем привет сегодня мы начинаем новый цикл видео посвященных только одной теме как сделать ровный потолок из гипсокартона цикл будет состоять из нескольких видео которые будут находиться в одном плейлисте посвящены они будут инструментам материалам комплектующим схемам сборки и собственно самому монтажу первое видео будет посвящено инструментам начнем сразу с габаритного для того чтобы достать до потолка вам нужно на что-то залезть в первую очередь нужна стремянка или лестница или стол ну удобнее всего лестница со ступеньками вот как вот это потому что на ней просто удобно стоять лестницы и столы относятся к универсальному инструменту то есть они нужны не только для гипсокартона вообще для всех ремонтных работ связанных с подъемом по стенам или потолку ну нас интересует в первую очередь собственно инструмент с которым делается монтаж гипсокартона обычно что в хозяйстве есть старая пила молоток пассатижи там сломанная твердка и дрель на все случаи жизни но конечно этого недостаточно и человек начинает собирать информацию а что же ему надо купить из инструмента и вот ему предлагается целая гора инструмента которая едва ли помещается в бусик и стоит миллион на самом деле все конечно намного проще буквально все конструкции из гипсокартона которые вы видите на каналах про монтаж и север кола собраны инструментом который помещается в этот единственный чемодан я даже положил рулетку чтобы вы видели его размер 55 сантиметров всего сейчас мы его откроем и посмотрим конкретно что там находится в принципе я просто это сейчас вытащу чтобы это было видно и по отдельности расскажу про все это достаточный набор инструмента для того чтобы собрать ровный потолок из гипсокартона здесь находится все что необходимо и больше ничего не нужно сейчас от общей картинки мы перейдем более подробно и разложим инструменты на категории по их функции первое это электроинструмент сюда входит удлинитель на несколько гнезд длиной примерно 12-15 метров и сечением провода два с половиной квадрата этого достаточно для квартиры или небольшого дома затем перфоратор он должен быть достаточно мощным но без фанатизма чтобы не был слишком тяжелый обычно достаточно 750 850 ватт где-нибудь на 600 будет слишком слабый а больше тысячи он уже тяжелый и поднять его несколько сотен раз на потолок будет немножко проблематично в общем перфоратор 850 ватт для перфоратора нужно и сверло самым оптимальным является не короткое а среднее сверло длиной 160 миллиметров диаметром 6 и последнее что у нас относится к электрической части это шуруповерт с которым мы закручиваем саморезы и дюбеля шуруповерт может быть и сетевой и аккумуляторный аккумуляторный удобнее чтобы не таскать за собой лишние провода вольтаж достаточно иметь вот 10 и 8 12 вольт чем больше батарейка и больше вольтаж тем он габаритнее и тяжелее допустим две такие батарейки хватает на день усердной работы обычно хватает и одной батарейки шуруповерту желательно иметь две скорости реверс подсветку и плавный пуск само собой в комплекте к шуруповерту нужно иметь и разные насадки то есть биты короткая можно еще среднюю взять и длинная немножко о стоимости удлинитель на несколько гнезд отдельно провод там вилка и все прочее можно собрать за 10 евро нормальный профессиональный перфоратор стоит от 150 до 300 евро и хороший аккумуляторный шуруповерт тоже где-то в районе 100-200 евро от электрической части переходим к ручному инструменту тот с которым мы делаем разметку нарезку материала и выравнивание каркаса для выставления горизонтальных отметок раньше использовался водяной уровень он кстати является и самым точным потому что работает на законах физики ну как бы он ушел в прошлое поэтому мы пользуемся сейчас простым лазерным уровнем то есть обычный уровень который дает горизонталь крестик и вертикаль оси построитель для ровного потолка не нужен вот такой лазерный уровень стоит примерно 50 евро у него еще есть возможность регулировки то есть подстройки с таким уровнем мы поставляем отметки по углам комнаты так чтобы они были на одном уровне допустим повесили мы лазер у у нас есть линия по периметру комнаты по горизонтали нам нужно сделать отметки отметки мы делаем карандашом причем не абы каким желательно иметь цанговый карандаш с диаметром грифеля 2 миллиметра это самый удобный для работы по гипсокартону инструмент в отличие от такого карандаша который является карандашом каменщика и как видите это представляет собой довольно толстое бревно с тонной угля в середине его приходится постоянно подтачивать что получить хорошую тонкую отметку в общем для гипсокартона это малопригодный карандаш лучше всего вот такой цанговый и так дальше допустим по лазеру мы проставили вот такие отметки углам комнаты и нам их надо соединить одной линией чтобы было видно куда прикручивать профиль для того чтобы отбить линию по двум отметкам мы используем малярный шнур у него внутри мел отбивочный а еще лучше синька обычная для стирки которая используется с этой синькой мы отбиваем линии между отметками получается такая видимая разметка для профиля кстати вот она на стене синяя линия это как раз тот самый малярный шнур для измерений нам естественно нужна рулетка но тоже не любая самое удобное это 8 метров почему не три и не пять потому что часто бывает что профиля длиннее трех метров до четырех а сам размер комнаты больше пяти метров может быть пять пятьдесят например между колоннами обычный стандартный размер строительный то есть самое удобное это 8 метров потому что 10 метров она уже слишком огромная тяжелая и большая с ней неудобно 8 метров это оптимальный размер рулетки шириной ленты ну скажем примерно 25 миллиметров ширина ленты это возможность ее выбросить далеко без того чтобы она переломилась то есть узкое полотно ломается на меньшем расстоянии в общем рулетка нужно 8 метров весь этот набор для разметки включая простенький лазер хорошую рулетку правильный карандаш и отбивочный шнур стоит в районе 65 евро переходим к инструменту с которым нарезается материал вот принципе вот нож сюда подходит больше конкретно для нарезки материала нам нужны всего три инструмента нож ножницы по металлу и в пару к ним какие-нибудь плоскогубцы или пассатижи расскажу чуть более подробно про каждый из этих экземпляров начнем с ножа что является важным а что нет важным является во первых то что у него должно быть длинное сегментированное лезвие они короткая трапеция короткая трапеция вот такая вот это нож кладовщика называется я его нашел на сайте нож для гипсокартона должен быть длинный с возможностью удалять затупившиеся сегменты то есть мы часто попадаем по профилю или по цементу лезвие тупится и нам достаточно просто его вытащить вперед и отломить дальше он опять острый вот это важно вторая важная вещь это толщина вот этой железяки металлического корпуса ножа чем она толще тем лучше почему потому что в конце когда мужа лезвие вытаскиваем на максимум она начинает выгибаться вверх и вот эту железяку просто прорезает вот здесь нож делается непригоден поэтому чем толще железо тем лучше это тоже важно то что не важно это наличие пенала сзади то есть здесь он был его просто выкинул и наверное выкинули эту крышку тоже потому что она меня достала слегка в общем пенал здесь не нужен потому что он только утолщает рукоятку и это реально неудобно когда надо залезть какое-то узкое место во первых во вторых лезвие для ножа и так у вас находится обычно в контейнере который вот в чемодане или в поясе присутствует то есть постоянно таскать с собой два три или пять лезвий нет необходимости абсолютно а компактность это важная вещь еще одна неважная вещь это защелка вот это вот то есть она крутилка как здесь сломанная уже пошел уронил его крутилка или такая щелкающая штука тоже вообще не важно они все хорошо удерживают лезвие фиксированном положении вот это то что касается ножа ножницы по металлу у меня уже было видео про то чем отличаются по конструкции ножницы конкретно соединением двух половинок лезвий на что это влияет ссылку оставлю в описании там более подробно про это рассказано сама железяка на ножницах может быть хром марганец или хром ванадиум это не суть столь важно тут важнее эргономика насколько вам удобно с ними управляться и направление реза вот с направлением реза многие путают руку то есть название в ножницах правые или левые относятся не к руке в которой они держатся а к направлению реза расскажу чуть подробнее здесь напомню просто название правые означает направление реза прямо и вправо то есть вот эти ножницы правые удобно держать в левой руке название в ножницах левые означает направление реза прямо и влево то есть левые ножницы держатся в правой руке вот это ножницы левые для правой руки то есть ними можно резать вперед и влево а конструкция соединения двух половинок дает возможность с этими ножницами прорезать металл в глубину вдоль ну а плоские это плоские тут все обычно хотите плоский хотите пассатижи неважно это вспомогательный инструмент любой может быть по цене этого удовольствия нож стоит хороший где-то 5 евро хорошие ножницы стоят 20-25 евро пассатижи ничего не стоят потому что они так у всех дома валяются и так с инструментом для нарезки материала мы закончили то есть для этого нужны рулетка карандаш нож ножницы допустим мы сделали разметку по лазеру отбили линии нарезали профиля ножницами засверлили отверстие перфоратором закрутили дюбеля шуруповертом дальше нам нужно выровнять каркас для этого используются разные способы можно использовать лазерный уровень с магнитной мишенью или например рейку со струбцинами но эти два способа дают не самую идеальную плоскость самую идеальную плоскость по профилям дает полиамидная нить это нить для прошивки обуви она не очень тоненькая но и не толстая и очень крепкая допускает сильную натяжку буквально вот режет пальцы она дешевая легкая и крепкая вот этой катушки не хватит не знаю лет наверно на 10 вперед как с ней выравнивать профиля это будет уже в других видео но для выравнивания каркаса подходит лучше всего вот такой вариант единственное что хочу уточнить конечно не сама нить выравнивает профиля она дает только плоскость профиля над ней поднимаются а потом опускаются вниз и фиксируется на подвесах сама нить нужно только для плоскости для видимой плоскости и последнее дополнение ко всему этому инструменту это пояс пояс с кармашками кармашки нужны для того чтобы сложить в них во первых всю вот эту мелочевку чтобы она была под рукой то есть плоские ножницы нож обивку рулетку шуруповерт и саморезы то есть это обычный ремень лучше всего солдатский подходит и два кармана с отделениями допустим сюда можно напихать саморезы по металлу для гипсокартона дюбеля и еще что-нибудь и в другой пояс закладывается все остальное допустим по отделениям нож биты ножницы и все прочее это чисто для того чтобы не держать саморезы в зубах и карандаш за ухом стоимость вот этого пояса вместе с ремнем составляет примерно 30 евро это в хорошем качестве то есть хорошими заклепками и нормально прошитый по сути то что я здесь показал это полный набор инструмента для того чтобы собрать ровный потолок из гипсокартона такой как у нас вот здесь на объекте то есть не нужно никакие дополнительные фрезеры болгарки и просекатели и рубанки рейки и тому подобные девайсы все достаточно просто и бюджетно выглядит довольно раскидиста до тех пор пока все это не будет упаковано в пояс на самом деле в готовом к употреблению виде инструмент выглядит вот так ну и в качестве полезной опции можно докупить себе термос чаем музыку и все остальное по желанию на этом обзор инструмента для изготовления ровного потолка мы заканчиваем всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видосах